Приветствую всех на канале Строим Дом своими руками. Продолжение предыдущего видео про двери по этой ссылке. Мы занимались с вами тем, что устанавливали входные двери. И сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что сделали мы это качественно, потому что ни один замок не закусывает, все работает в штатном режиме, просто идеально. Каких-то определенных нареканий в комментариях от вас не было по поводу дверей, больше было положительных эмоций, были вопросы, зачем нужна обсада, объясняю. А устанавливая 200-ю обсаду, я в край обсады засаживаю анкера, для того, чтобы они держали пеноблок, а дверь устанавливается в другой край обсады, тем самым я заменяю этим металлические пластины. По моему мнению, это намного рациональнее. Были нарекания по поводу вент-фасада, который будет отстоять от стены на 15 сантиметров, и тем самым дверь будет потом его ломать. Но я думаю, этот вопрос я вам покажу, как я решу, и вам понравится. Проблемы такой у меня существовать не должно. И еще раз напоминаю, друзья, это мой частный случай. У каждого свои хотелки, свои пожелания и свои мечты. Мой дом 40-сантиметровой толщины стены, его уже не нужно утеплять, он уже теплый. Но я хочу для подстраховки уложить пару слоев минеральной ваты. Думаю, так будет лучше. Но сегодня наша тема совсем не об этом. Хочу еще немножко уделить время входным дверям. Процесс стройки у нас на этом не заканчивается, у меня еще очень много работы, и за это время мы будем заносить кучу разной продукции через эти проемы. Соответственно, я понимаю, что очень легко можно повредить внутренний фасад отделки нашей двери с терморазрывом. И сегодня я хочу очень быстренько, коротко рассказать, как я сделаю защиту этой двери. Ну а вы смотрите и пишите ваши идеи и мысли. И самое первое, с чего мы начнем, выберем материал, которым мы будем отделывать дверь. Когда я ее привез, она была запечатана в картон. Этот картон очень хорошо подойдет для того, чтобы мы защитили первоначально дверь от пыли. Конечно, от механических повреждений картон вряд ли спасет, но от ловли конденсата и пыли он будет ее оберегать. Езжая в прошлый раз, я повешал шторки. Когда я приехал сегодня, открываю эту дверь и смотрю, что вот здесь все, вот тут, все в конденсате. Конечно, я сразу шторки все оборвал со всех дверей. Сейчас я приехал специально для того, чтобы защитить все-таки от пыли и от конденсата эти двери правильно. Для этой работы нам понадобится всего-то малярный скотч и картон. Позже нижнюю часть двери я еще закрою фанерой или чем-то листовым, то, что может защитить от механических повреждений. Где-то вот до этой части, но это будет позже. Малярный скотч не оставляет следов. Это наш плюс. Я вырежу по размеру двери картон и вклею его сверху. На просторах интернета я нашел кучу видео, где использовали для защиты стрейч-пленку. Но логика мне подсказывает, что такой способ может как раз-таки навредить фасадному декоративному щиту. Картон же отведет влагу и не даст ей скапливаться на МДФ. Также он будет неким индикатором состояния фасада. Очень важно отрезать защитное полотно в размер с щитом, не выходя за его габариты. Иначе вы рискуете повредить уплотнительные резинки или вовсе не закрыть дверь. Изначально я решил не оставлять сувальдовые замочные скважины и закрыть их картоном. Но потом понял, что так не получится закрыть или открыть дверь изнутри. Приходится обходить весь дом. Да и на дверях с терморазрывом эти скважины имеют дополнительные тепловые шторки, защищая от пыли механизм замка. Ну и в итоге немножко рекламы. Друзья, вокруг свирепствует коронавирус, а у меня как раз завалялось несколько баночек жарковского алтайского меда, который я с удовольствием отправлю вам в любой момент. Только напишите. Зайдя на сайт жарковский-мед.рф, вы можете найти продукт, который вам понравится, положить его в корзинку и я вам его отправлю. Сибирского вам здоровья. Друзья, спешу оправдать себя. За эти дни я успел съездить на пасеку, решить кучу вопросов по газоснабжению, подготовить дом к зиме и начать топовый по моим меркам проект, который займет у меня не одну неделю. Ну и терять связь с вами надолго мне тоже не хочется. Поэтому в нашем сериале иногда появляются вот такие короткие выпуски. Надеюсь, вы меня понимаете. Итак, зашиваю будущий выход в бассейн и побегу дальше снимать свой проект. Давайте для особо внимательных зрителей я закину пару спойлеров. Ну а вы в комментариях напишите, что же это такое я мастерю. Друзья, ну а на этом наш короткий ролик заканчивается. Увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что оценили. Скоро будет просто топовый видос. Я вам обещаю. Ладно, до скорых встреч. Увидимся прямо вот скоро. Пока. Пока. Защищу. Защитю. Защитю. Субтитры сделал DimaTorzok